Чем Ичкерия заманит к себе инвесторов, и чтобы никто санкции не ввел? Я думаю, Грузия это очень хороший пример на Кавказе правильного построения государства. Они не должны были так поступать. Мы не должны нести ответственность за одного человека из-за того, что просто он является чеченцем. Или из-за того, что он является мусульманином. Атом. Я раньше не понимал, почему существуют чеченцы, поддерживающие Кадырова. Вчера включил ЧГТРК канал чуть смотреть, и появились положительные ощущения насчет него. Пришлось выключить зомбоящих. Работает, значит, да, все-таки пропаганда? Ну, что можно сказать? О том, как бы Сая потерял ногу. Басаев, когда попал, узнал, что дорога проходит по минному полю, вышел вперед своих бойцов и проложил путь, пожертвовал своей ногой. Устройство какой страны экономическое и политическое представляется тебе наиболее привлекательным и достойным примером для будущей независимой Чечни? Экономически Грузия, наверное. В некоторых смыслах и политически тоже. Я думаю, Грузия это очень хороший пример на Кавказе правильного построения государства, государственной системы. Очень, очень хороший пример. Если во Франции отрубают головы учителям, исходя из религиозных убеждений, то почему ты удивляешься, что Франция больше не убежище? Говорит Макс Пейн. Потому что я все-таки воспринимаю французское государство как правовое и как государство, а не как группу каких-то людей, которые раз что-то там произошло, и они такие опа, и начали там махать, шашкать. Но все-таки государство оно на то и государство, чтобы вот так вот не реагировать. Это же не мафия какая-то, это ведь не группировка. Это в группировке есть такие понятия, когда там с нашей группировки кого-то обидели, и мы такие в ответку начинаем с всей этой группировкой там вести бои. Это в криминальном мире так бывает. В государстве так не бывает. В государстве, там есть суды, там есть следственные органы, они должны определить виновного, наказать этого виновного. Но действовать как мафия, типа, так, а ну-ка посмотри-ка, из какого народа, и давай весь этот народ теперь накажем. Ну, не с лучшей стороны это рекомендует не то, что там Франция, вообще любое государство, не с лучшей стороны. И это говорит о том, что сейчас у руля во Франции, у власти находятся не совсем здоровые, не совсем адекватные силы, к сожалению. Они не должны были так поступать. Мы не должны нести ответственность за одного человека из-за того, что просто он является чеченцем, или из-за того, что он является мусульманином. Если один человек оступается, не несет за него ответственность весь народ, его семья даже за него не должна нести ответственность. Это неправильно. Ведь мы именно от этого мы бежим из Чечни. Ведь именно этим нас наказывает Кадыров. Кадыров за действия одного человека наказывает его семью, его род, там, фамилию. И мы от этого бежим сюда и здесь сталкиваемся с тем же самым, когда из-за действий одного человека наказывают теперь всех остальных просто по национальному признаку. Поэтому я просто, ну, все-таки я ожидал, наверное, адекватности, я ожидал действий в соответствии со своими законами, с международным правом. Зачем лжете? Франция не всех чеченцев высылает. Ну, понятно, что не всех. Однако каких-то чеченцев высылает именно по нацпризнаку, по каким-то религиозному там признаку и так далее. Друзья, как бы там ни было, вы не сможете ведь оправдать нарушение собственного закона. Это нельзя оправдать никакими преступлениями. То, что там один человек, значит, что-то сделал, совершил какое-то преступление, если это сделал один человек, за это несет ответственность этот человек. За это преступление несут ответственность также люди, которые причастны к этому преступлению. Если они каким-то образом помогли, были там соучастниками и так далее. Но люди, никак к этому не имеющие никакого отношения, они за это ответственность не несут. Поэтому неправильно говорить, Гадаева, значит, выслали, а что вы хотели, вон там, значит, учителя обезглавили. Гадаев причастен к этому, к этой истории? Он как-то, он был соучастником или он помогал или что? Есть какая-либо связь между Гадаевым и этим происшествием? Если нет, тогда я вас прошу эту ситуацию, как бы, приведите ее, пример, в другой раз. Когда будет, например, человек причастный вот конкретно к этой ситуации, и его, например, вышлют из-за этого. Вот в этом случае вы можете сказать, да, его за это выслали, он, значит, был причастен к этой теме. А здесь нет. Здесь человек никак к этому не причастен. Поэтому обосновывать это этой темой неправильно. Я помню эту историю, это коммунист, по-моему, французский, он тогда высказался в отношении чеченцев. И потом, да, что-то извинялся за эти свои слова. Вот, например, Эмираты никто не ругает за шариат, типа, учебление прав женщин и так далее. Потому что хотят торговать. Это очень выгодно, чем Ичкерия заманит к себе инвесторов, и чтобы никто санкции не ввел. Ну, вот это будет задача наших руководителей, наших экономистов. Они должны будут создать привлекательность. Самое первое, что делает любую страну привлекательной для иностранных инвестиций, это свободные суды. То есть, когда государство правовое, вот что делает его привлекательным. Когда человек, приходящий туда, знает, что его вопрос будет решаться не каким-то одним чуваком в каком-то высоком кабинете, а что в случае каких-то проблем он обратится в суд, и суд примет справедливое решение, которое будет основываться на законах этого государства. И он тем самым обезопасен. Он знает, он прочитал законы, ознакомился с каким-то климатом инвестиционным, так сказать. Он ознакомился, и он знает, так я вот это вот, если не нарушаю, значит я свободно здесь веду свои дела. И все, вот эта вот безопасность, когда он будет знать, что против этого закона не сможет пойти ни президент, ни премьер, ни председатель парламента, ни король, халиф, амир, султан, никто. Вот тогда он свободно примет решение о инвестировании. А вот уже создать иные какие-то условия привлекательности, это задача экономистов, каких-то иных специалистов. То есть в целом задача наша, как народа, это создать вот это правовое государство, которое будет обеспечивать права и иностранцев, и граждан, и власти, и всех, чтобы был закон, и он работал для всех, все его соблюдали. А вот уже остальная какая-то работа, точечная, это задача конкретных специалистов. В данном случае, наверное, все-таки экономистов. Томсор, расскажи, как обстоят дела с обучением детей мусульман в шведских школах. Читал в интернете очень много негативных вещей, ты, наверное, догадываешься, что я имею в виду. Не знаю по поводу негативных вещей, тоже, конечно, встречаю какие-то моменты, что люди пишут, но могу точно сказать, что в большинстве случаев дети мусульман учатся в школах, которые здесь открыли, также мусульмане, и в основном в этих школах обучаются мусульмане, преподавателями являются мусульмане. В общем, нет с этим каких-то проблем. Может быть, где-то в каких-то городах кто-то сталкивается с какими-то проблемами, в Аллаху Аля. Но так в целом в Швеции очень много поживает мусульман, поэтому люди создают для себя условия для жизни, для обучения детей. Ух ты, все, нам пора заканчивать. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миру. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракат.